Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Черными дырами называют области в пространстве времени, обладающие сверхмощным притяжением Ого-го-го-го-го! Каким притяжением? Оно искривляет пространство и время. Что это значит? Это значит, что внутри черных дыр нет прямых линий. Пространство скомкано и переплетено. Ну, приблизительно вот так как-то, вот так вот так вот, вот так вот, вот так вот, да, все. Да, точно так же спутано и переплетено время. Да, вот такое мощное притяжение у этих самых черных дыр. Если рядом с черной дырой Окажется звезда? Все, пиши пропало! Гравитационные силы черной дыры разорвут звезду на части, и та пропадет в недрах этой самой черной дыры. Но самое грустное, мальчики и девочки, никому и ничему не дано покинуть черную дыру. Уж что в нее попало, там навсегда и остается. Почему? Потому что для того, чтобы преодолеть мощное притяжение черной дыры, необходимо развить скорость куда большую, чем скорость света. А это, увы, невозможно. Простите за каламбур, но даже свет не движется быстрее скорости света. Поэтому и он вынужден оставаться внутри черной дыры. Даже самые темные объекты отражают свет, поэтому мы их и видим. Помните альбедо-угля? Колеблется между пятью сотыми и одной десятой. Но у черных дыр нет альбедо. Они поглощают свет целиком и полностью, поэтому невидимо. Но пусть рассмотреть их нельзя, зато обнаружить все-таки можно. Как? Смотрите! Мы с вами знаем, что звезды не любят одиночество и часто образуют двойные системы. Порой оказывается, что в этих системах один компаньон звезда, а второй самая настоящая черная дыра. И эта дыра стаскивает газ со звезды. Ну, тянет его просто как одеяло. И это газовое одеяло закручивается вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск. Частички вещества диски трутся друг от друга. И в результате этого трения разогреваются до нескольких миллионов градусов. Раскаленный газ начинает испускать рентгеновские лучи. Они-то и выдают невидимую черную дыру. В космосе есть объекты, также обладающие мощным рентгеновским излучением. Хорошо знакомые нам пульсары. Кстати, они тоже входят в состав двойных звездных систем. Как же определить, чему принадлежит излучение? Черной дыре или нейтронной звезде-пульсару? Вы не поверите, мои юные астрономы, но нужно просто выяснить их массы. Воспользоваться весами, конечно, не получится. Но по орбитальному движению объектов можно рассчитать их массы. Не стану мучить вас формулами и цифрами. Скажу сразу, что одним из первых рассчитали источник мощнейшего рентгеновского излучения в созвездии Лебедя. А вот, кстати, вышли на связь наши, с позволения сказать, глаза в дальнем космосе. Капа, Капа, приём. Да, ты уже на месте? Замечательно. Передавай картинку. Перед нами созвездие Лебедя или Северный Крест. Если мы с вами мысленно спустимся по длинной перекладине Креста, то рядом с третьей сверху звездой, это Лебедя, обнаружим двойную систему, которую учёные называют HD-226-868. Эта система состоит из голубого сверхгиганта и куда более компактного компаньона. Голубой сверхгигант весит примерно 20 солнечных масс. А его крохотный по размеру сосед объект с радиусом в 26 километров и массой около 15 солнц. С такими параметрами он не может быть ничем иным, кроме как чёрной дырой. Ведь даже сверхплотные нейтронные звёзды весят от 1,4 до 2,5 солнечных масс. Ну, впрочем, учёные осторожны в суждениях и называют его кандидатом в чёрные дыры Лебедь Х1. Спасибо, Капа. Возвращайся на Землю. Земля ждёт Капу. Мальчики и девочки, Лебедь Х1 вам ничего не напомнил? Ну как же, ну как же. Лебедь Х1 просто вылитая детская игрушка. Волчок. Или это волчок похож на чёрную дыру. Ну вот смотрите, это аккреционный диск, а вот это, а вот это ось, на которой он кружится. А у чёрных дыр тоже ось. Нет, это джеты. Или две струи плазмы, бьющие из центра чёрной дыры в противоположных направлениях. Джеты имеют не все на свете чёрные дыры, а в основном сверхмассивные. Например, струями плазмы может похвастаться чёрная дыра из галактики М87, расположенной на расстоянии 60 миллионов световых лет от нас. По самым скромным подсчётам, эта дыра смогла бы проглотить всю нашу солнечную систему. Итак, эта сверхмассивная чёрная дыра в галактике М87 испускает джеты на расстоянии 22 световых годов. Чёрная дыра галактики Центавр А – настоящая рекордсменка. Испускаемые ею джеты уносятся в пространство аж на миллион световых лет. В чём кроется причина такой активности? Наверное, в том, что не так давно чёрная дыра галактики Центавр А поглотила соседнюю галактику. Ам! И нет галактики. Зато есть подросшая чёрная дыра, которая так и лучится джетами. А вот и наш отважный Каа повернулся. Ну, привет, привет, привет. Как прошло возвращение домой? Ну, надеюсь, без происшествий? Вот и прекрасно. Что? Ах, я старый астролябер! Забыл рассказать, как появляются чёрные дыры. Сразу оговорюсь, что учёные точно не знают, как образуются сверхмассивные чёрные дыры. Но с, назовём их обычными чёрными дырами, всё более-менее ясно. Мы с вами знаем, что на заключительной стадии своего существования все звёзды сжимаются. Но сжатие сжатию, рознь, всё зависит от массы ядра звезды. Если оно меньше 1,4 масс Солнца, светило превращается в белый карлик. А если масса звёздного ядра больше 1,4 масс Солнца, но меньше трёх его масс, то престарелое светило взорвётся сверхновой, а ядро сожмётся и превратится в нейтронную звезду. А что происходит, когда масса ядра больше верхней пограничной цифры? Во-первых, вспышка сверхновой. А во-вторых, ядро бывшей звезды начинает стремительно сжиматься и быстро достигает так называемого гравитационного радиуса. Вижу, вы недоумеваете. Что за штука этот гравитационный радиус? Сейчас всё объясню. Итак, друзья мои, представим себе звезду. Вот какая она большая. Теперь внутри этой звезды вообразим шар значительно меньшего размера. Вот в этом шаре сосредоточена вся масса, которая создаёт силы тяготения звезды. На границе этого шара силы тяготения удивительно велики. Как говорят учёные, эти силы стремятся к бесконечности. Каждое небесное тело имеет такой шар. Его размеры измеряются гравитационным радиусом. Ну, например, гравитационный радиус Солнца всего 3 километра, а гравитационный радиус Земли, вот, всего 9 миллиметров, почти как лесной орешек. Да, но что происходит со звездой, когда она сжимается до своего гравитационного радиуса? Помните, помните? Здесь силы тяготения стремятся к бесконечности. То есть, они невообразимо велики. Они сжимают бывшую звезду до упора, до полного разрушения её вещества, и бац! Получилась чёрная дыра, которую можно назвать суперконцентрированным гравитационным полем, заключённым в очень небольшой объём. Да капочка! Вот так! Как говорится, и всё! До скорой встречи! А ну, вы, мальчики и девочки, присылайте ваши космические вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору астрономии Астрову, или оставляйте их на сайте телеканала «Радость моя.ру». И не забывайте по вечерам смотреть на звёздное небо. До скорой встречи! Ваш Филипп Филиппович и... И Капа. Что-то он, по-моему, подустал. Капа, ну что ты мне весь маскарад сегодня начать программу испортил? Ну можешь себе представить, мы с тобой два таких красивых. Я профессор, ты понимаете ли, такой вот красивый, а? Ну посмотри, а? Тебя даже не видно, а? Ты же можешь спокойно сыграть чёрную дыру на маскараде, а? Это же прекрасно. Да конечно, ну хорошо, не чёрную дыру. Не хочешь сыграть чёрную дыру? Дыру не играй. Ты у меня будешь, знаешь, с кем? Стой! Стой! Вылеты, мистер Икс. Вылеты. Вылеты, мистер. Продолжение следует...